Ко дню рождения Фёдора Александровича Абрамова сотрудники библиотеки Архангельского литературного музея подготовили видеопрезентацию, в которой рассказывается о жизни и творчестве одного из выдающихся писателей XX века, достойном продолжателе традиций русской классической литературы. Фёдор Абрамов – писатель, публицист, литературовед, один из наиболее ярких представителей так называемой «деревенской прозы» значительного направления советской литературы 60-х-80-х годов. Родился Фёдор Александрович Абрамов 29 февраля 1920 года в далёкой северной деревне Веркало Пинежского уезда Архангельской губернии, отдалённой от города бескрайними лесами, болотами, озёрами. Детство и юность были нелёгкими. Большая многодетная, рано осиротевшая семья. Отец Александр Степанович умер, когда мальчику не было и двух лет. Спасали трудолюбивая мать Степанида Павловна, взаимопомощь братьев и сестёр, неутомимый крестьянский труд с его тяготами и радостями. С отличием, окончив школу, он поступает на филологический факультет Ленинградского университета. В первые же дни Великой Отечественной войны ушёл добровольцем в народное ополчение защищать Ленинград. Осенью 1941 года был дважды ранен. Второй раз тяжело. Чудом избежал гибели. У него были перебиты обе ноги. Лишь по счастливой случайности его обнаружила похоронная команда, собиравшая убитых. Блокадную зиму 1941-1942 годов Абрамов провёл в ленинградских госпиталях. В феврале 1942 года эвакуирован по льду Ладожского озера по дороге жизни. Получив отпуск после ранения, он возвращается на родное Пинежье. Преподает литературу в Карпогорской школе. Там, на родине, ему открылась ещё одна народная трагедия. Бабья, подростковая и стариковская война в тылу, где голодные, разутые дети, бабы и старики взвалили на себя всю мужскую работу – в поле, в лесу, на сплаве. Эти впечатления впоследствии легли в основу романа «Братья и сёстры». В августе 1942 года, будучи признан годным к нестроевой службе, он снова призывается в армию. Сначала заместителем политрука роты запасного стрелкового полка. Затем, в апреле 1943 года, его направили в контрразведку СМЕРШ. Впечатления от работы следователем контрразведки отразились в неоконченной повести «Кто он?». После победы Абрамов возвращается в университет, поступает в аспирантуру, успешно защищает кандидатскую диссертацию по творчеству Михаила Шолохова. Влияние Шолохова на Абрамова впоследствии будут отмечать критики. Чуть позже Абрамов становится заведующим кафедрой советской литературы при Ленинградском университете. В 1954 году он опубликовал в журнале «Новый мир» статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», в которой восстал против лакокрасочной и тенденциозно-идиллической литературы о деревне, против сглаженных конфликтов и упрощенных характеров, ратовал за подлинную, непрекрашенную правду. Статья прогремела на всю страну. Авторы обвинили в нигилизме, антипатриотизме, критиковали в печати, на партийных собраниях, чуть не лишили работы. В своих произведениях Абрамов обращается к теме русской деревни, создавая своеобразную художественную хронику, отражая на примере жителей одной деревни судьбу всего русского народа. Первый Рован Абрамова, братья и сестры, вышел в свет в 1958 году. Причину его появления Федор Александрович объяснил невозможностью забыть великий подвиг русской бабы, открывший в 1941 году второй фронт. «Фронт, быть может, не менее тяжелый, чем фронт русского мужика». Позднее это произведение даст название циклу, в который войдут еще три романа «Две зимы и три лета, пути перепутья и дом». Тетралогия братья и сестры, или, по словам автора, роман в четырех книгах, пожалуй, самое значительное произведение второй половины XX века. По охвату событий, по глубине и сложности проблематики, по многообразию характеров тетралогия Абрамова встает вровень с книгами Льва Толстого «Война и мир» и Михаила Шолохова «Тихий дон». Объединенные общими героями и местом действия, эти книги повествуют о 30-летней судьбе русского северного крестьянства. Более 25 лет создавалась тетралогия. Постепенно автор вместе с героями обретал мудрость, вглядываясь в судьбу страны, народа и человека, искал ответы на мучительные вопросы. Да что же такое эта Россия? Что мы за люди? Почему мы буквально в нечеловеческих условиях сумели выжить и победить врага? И почему в мирное время не смогли накормить людей? Создать подлинно человеческие отношения в обществе, основанные на братстве, взаимопомощи, справедливости. Писатель призывал к социально-политическому и нравственному прозрению, к духовному и экономическому возрождению России. Работу над крупными произведениями Абрамов сочетал с написанием небольших рассказов и повестей. В них тоже не только скорбь и плач о России, но и поиски истины, выявление здоровых сил нации. О том, лучшие повести вокруг да около, Пелагея, Алька, Деревянные кони, Мамониха, неопубликованная при жизни поездка в прошлое, незавершенная повесть «Кто он?». В названных повестях, как и в рассказах, предстают талантливые русские люди, труженики, взыскующие правды и справедливости, страдающие и нередко погибающие под гнетом суровой действительности и собственных заблуждений, но и прозревающие, находящие ответы на трудные вопросы времени, постигающие смысл бытия, свою ответственность за все происходящее. Заслуга Абрамова в том, что он широко ввел в литературу людей неприметного, непоказного, будничного героизма, который, по его словам, еще мало понят и оценен нами. Сосновые дети, Михей и Иринья, золотые руки, самая счастливая, слон голубоглазый, куст нерукотворный, жарким летом – это все сказания о неприметных, обычных людях, которые живут без шума и горделивой позы, каждодневно умножая на земле добро, красоту и справедливость. Примечательны в этом смысле короткие рассказы из цикла «Трава-мурава». Это малая энциклопедия народной жизни, в отличие от эпоса, романов и повестей. В них тоже многоликая Русь, но с акцентом на ее добрые, жизнестойкие силы. В цикле «Трава-мурава» писатель создал целое созвездие чистых, праведных душ. Готовя к изданию этот цикл, Абрамов записал в дневнике 16 ноября 1980 года. Я-то думал, все, пропала Русь, одна шушера осталась, а читая «Траву-мураву» вдруг понял – жива Россия и выживет. Какие прекрасные люди населяют мои рассказы, ведь не выдуманы же они, из жизни взяты. Публицистика Абрамова, его статьи, выступления на съездах, на встречах с читателями, на юбилеях, пронизаны страстью проповедника, взывающего всех к прозрению, самоочищению, гражданской активности во имя возрождения России, народа и человека. Таковы его выступления на писательских съездах о хлебе насущном и хлебе духовном, слово в ядерный век, выступления в телестудии Останкина, самый надежный судья – совесть, многочисленные интервью. Особенно нашумело знаменитое письмо землякам «Чем живем, кормимся?» Обращенное непосредственно к Веркальцам и опубликованное впервые в районной газете «Пинежская правда», оно получило широкую огласку «Молвлено на Пинеге, аукнулось по всей стране». Но в печати оно было искажено и превратно истолковано, немало нареканий вызвало и в писательской среде, где обвиняли Абрамова в несправедливой критике народа. Но Абрамов стоял на своем, настойчиво убеждал, что надо требовать не только с начальства, но и с рядовых тружеников. Его страстные монологи звучат актуально и в наши дни. Где же выход? Пока народ не возьмется за свои дела сам, ничего не будет. Лучшим и главным своим произведением Абрамов считал чистую книгу. Материалы собирал 25 лет. К сожалению, набело написаны лишь первые 18 глав. Остались тысячи страниц набросков, заметок, развернутых сцен и размышлений. По охвату событий, по разнообразию характеров, по глубине осмыслений истории России и человеческих судеб, чистая книга стала бы одной из лучших книг 20 века. Самой яркой фигурой в ней предстает Махонька, прототип ее великая пинежская сказительница Мария Дмитриевна Кривополенова. Такой самобытной и великой личности не было не только в русской, но и в мировой литературе. В ней увидел писатель безграничные возможности человека, силу духа, нравственную чистоту, умение нести свет и добро людям. Федор Абрамов постоянно внушал себе и читателям, мы не бессильны. Каждый из нас может противостоять злу, словом, делом, добротой, чистотой помыслов и устремлений. Все мы, убеждал писатель, растим и поливаем духовное древо человечества. Как только кончится эта духовная работа, как перестанем взращивать духовное древо, так человечество погибнет. Он верил, пока есть искусство, пока есть махоньки, лизы, которые несут в себе всю историю, Россия не пропадет. Она пустит свои корни заново, как зерно, которое пролежало в сосудах глиняных три тысячи лет. Любое дело начинается с человека и кончается им. Поэтому созидание души человеческой, укоренение таких древних, но вечно животворных качеств, как совесть, доброта, сочувствие, милосердие, жалость, должны стать первоочередной задачей общества и самовоспитания каждого человека. Умер Федор Александрович Абрамов 14 мая 1983 года в Ленинграде, похоронен в родном селе Веркале. Творческая жизнь большого писателя не оборвалась с его безвременным уходом. Голос его звучит и сегодня в переизданных книгах, статьях, монографиях о нем. Память о замечательном русском писателе бережно хранится в народном сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова